о май арт всем привет это о май арт вы спросите почему так много стрит-арта просто потому что мы считаем что надо быть на улицах и лето еще не закончилось мы на видзаводе на бенале атмосфера приехали пораньше и вот сейчас происходит на самом деле то что в музеях называется монтаж монтаж выставки а мы очень рады что застали как раз это потому что там накрашивают домазывают ставят свет лестнице в общем сейчас покажем шведский художник финн стал придумал вот такую барочную гостиную главное здесь это конечно вот те принты которые нанесены на обивочную ткань и вообще к принтам такое отношение вы знаете как такое декоративно прикладное искусство в художественной среде ну что принты принты в конце концов мурал делать на стене относятся так себе но художник вот художник он сам рисует их на бумаге потом переносит на ткань и поэтому они действительно удивительно живые получаются в этом есть и поп-арт и стрит-арт и какое-то очень удивительно веселое новое искусство которое неплохо сочетается вот такой барочной мебелью и кстати важно у атмосферы несколько площадок и вот такое привычное стрит-арт искусства на этой площадке я показывать не буду это в другом месте вот это один из моих любимых объектов три итальянских парня и думали оракула ка-не-морто ка-не-морто в переводе старьянского мертвая собака собственный коллектив и так называется коллектив ка-не-морто коллектив мертвой собаки цвет не знаю как такое чудо осветить конечно понимаю их понимаю это оракул здесь есть целая инструкция что надо делать чтобы получить от него соответственно какое-то предсказание вот здесь сложные открытки можно взять ручку заполнить и опустить вот в эту пасть и если вы понравитесь оракулу вам вернется открытка с ответом еще несколько минут он был здесь темноте вот в темноте он вообще кошмар а сейчас что сейчас приятные люди приходят и делают целую главная тема нынешней финале оффлайн то есть кураторы предлагают художникам и стрит-артистам подумать над тем что все мы уже глубоко в онлайне хотелось бы иногда из него выныривать вот этот объект one up собственно также называется очень известная немецкая группировка стрит-артисты и буквы сложены из старых телефонных аппаратов как правило вот все эти аппараты используются стрит-артистами при каких-то ночных вылазках когда надо быстро что-то сделать чтобы тебя не засекли быстро связаться друг с другом и аппарат можно легко быстро скинуть вот аппараты эти не выбрасывали и теперь они здесь иногда так мелодично позвякивают и не знаю говорят нам о том что на самом деле время быстро проходит и момент быстро проходит но от него иногда остаются вот такие свидетельства стоишь здесь и вспоминаешь все свои ноги которые у тебя когда-то были вот эта работа эльдара ганеева из арт-группировки zip наверное сейчас одной из самых активных арт-группировок российских работа называется кинетическое детство художник тоже размышляет над темой финале оффлайн и вот понимает что оффлайн на самом деле мы вот когда-то были давно в детстве такая каруси и старые компьютеры в которых мы тогда еще начали тонуть а рядом собственно говоря есть это вот кинетическое детство дворах кинетическое когда мы все бегали прыгали в общем такой типичный двор в котором проходила наше детство кинетическое и оффлайн мой ребенок который давно уже утонул в айфоне например не знает что такое игра в резиночке вот в ее московской школе такого просто не проходили вот этот объект который здесь уже монтирует почти час называется более безграничных возможностей собирает его арт-группа злые они из екатеринбурга известны своими всякими уличными интервенциями и конечно тоже размышляют здесь над вопросами нашего всяческого цифрового рабства с одной стороны сети это вот такие море возможностей разнонаправленные векторы с другой стороны даже самом слове сети есть что-то от ловушки то есть с одной стороны мы там развиваемся с другой стороны все это нас ловит затаскивает вот правда здесь на самом деле процесс очень захватил художников что они никак не закончил но будем надеяться до открытия еще минут 20 все будет готово вместо колосков на этом поле вот эти вот такие штекеры не знаю как точно называется это вот в стенке такая розетка есть когда интернет надо выйти вот такой нужен штекер все уже пришли журналисты в общем до открытия осталось буквально несколько минут вот смотрите тут всякие камеры фотографа буквально бывшие коллеги всем кому не хватило винзовода приходите в парк горького здесь тоже одна из площадок атмосферы все это называется 30 грани движения 30 количество художников которые вот здесь поучаствовали сразу за мной мой любимый дема 21 смотрите нас на арте вя и подписывайтесь на о май арт пусть лет не кончается а